перед тем как мы начнём я хочу порекомендовать вам очень интересный канал братья чебурашкины это новое travel show о людях которые воплотили свою мечту в реальность кстати последний выпуск снят на нами любимой бьюти тему косметики и ее производства очень советую посмотреть так как ребята делают реально качественный профессиональный контент картинка и монтаж вообще киношные видно что очень вкладываются не только технически но и продумывать сюда мелочей в плане подачи и что мне понравилось выпуске хоть и длинные но их легко смотреть так как каждые несколько минут они прерывают интересными фактами истории или просто непринужденным разговором между собой и еще одна причина подписаться ребята постоянно проводят конкурсы и разыгрывают ценные призы конечно же ссылку на канал я оставлю для вас в описании обязательно переходите и я уверена что вы захотите остаться всем привет сегодня я хочу поговорить с вами об ужасных привычках в макияже вполне возможно что некоторые из них присущи вам и также вполне возможно что вы этого даже не осознаете просто делая макияж и смотря на финальный результат вы думаете вот не нравится определенные какие-то элементы но вы даже не понимаете почему поэтому давайте разбираться вполне возможно что сегодня ситуация прояснится кстати сразу хочу оговориться я считаю что не существует вообще ничего такого что было бы категорической ошибкой в макияже потому что наши впечатления от макияжа всегда субъективно поэтому даже если огромному количеству в вашем окружении людей не нравится ваш макияж но вы считаете его изумительно потрясающим то продолжайте делать то что вы делаете потому что на самом деле самое главное чтобы все нравилось именно вам не плодите в себе излишние комплексы и так мне кажется у каждого человека такой багаж комплексов за плечами поэтому лишний плодить не нужно если нравится все так и делайте никого не слушайте не супер экспертов не визажистов не уж тем более каких-то случайных людей но если вы хотите узнать мое мнение по поводу ужасных привычек то первое о чем я хочу поговорить это использование грязных кистей для макияжа вот мне кажется нужно эту привычку максимально стараться в себе искоренить по двум причинам первая более объективная потому что чистые кисти это санитарная норма вы гарантируете себе что вы ничего не занесете там себе какую-то инфекцию потому что чем дольше она лежит у вас грязная особенно после каких-то кремовых текстур каких-то жидких текстур там плодится очень много чего поэтому не подвергайте себя опасности особенно если у вас были или есть какие-то проблемы с кожей но помимо того что грязная кисть это источник инфекции это еще и тот инструмент который никогда не сделает макияж красивым примеру кисти для растушевки теней после первого же использования выглядят вот так вот и этот цвет какой-то такой вот коричневатый скорее всего даже независимо от того какие оттенки я использовала чем больше наслаивается оттенков тем больше это превращается в такой какашечно-коричневый который никогда не выглядит красиво поэтому если вы в первую очередь хотите сделать именно красивый макияж чистую растушевку плавные переходы оттенков никогда не пытайтесь вот такими вот уже поюзанными кистями делать макияж потому что я практически гарантирую что вам это не понравится для меня мытье кисти это практически ежедневный процесс и вот как я себя к этому приучила так и в принципе для меня это просто часть рутины это знаете как почистить зубы то есть это просто нужно сделать если вам уж совсем лень в какой-то день к примеру чистить кисти или мыть или вы забыли помыть кисти а вам вот сейчас делать макияж заведите себе что-то типа вот такого вот спрея это дезинфицирующий и очищающий спрей для кистей вы просто берете салфетку вот так вот прикладываете к кисти несколько раз сбрызгиваете кисть и начинаете а салфетку ее очищать во первых это быстро очистит кисть во вторых она быстро высохнет потому что очень часто вот такие средства на основе спирта и они быстро выветриваются из ворса каждый раз это делать я вам не советую потому что вот такие спиртовые средства очень сильно иссушают ворс и даже очень мягкие кисти со временем могут стать жесткими вам просто будет неприятно ими пользоваться опять-таки работать и не будут хуже также абсолютно каждый раз когда я делаю макияж я пользуюсь вот таким вот приспособлением это до свитч и это такая штуковина которая позволяет моментально снять излишки с кисти то есть если к примеру вы делаете растушевку всего лишь одной вот такой вот кистью и сначала вы наносите какой-то светлый оттенок потом немножко темнее потом немножко еще темнее а потом к примеру вы понимаете что вы хотите вернуться к более светлому но у вас уже на кисти есть темный оттенок в таких случаях отлично работают вот такие вот приспособления вы несколько раз вот так вот елозите кистью и в принципе этого достаточно в рамках вот именно одного макияжа но если я вот так вот поделаю и начну делать что-то категорически другое не то что я к примеру делала сегодня то большей вероятности того что появится грязь эта штучка конечно очень функционально и полезная использую я ее реально каждый раз когда я делаю макияж но если вы не хотите что-то такое покупать то можно в принципе обойтись и обычным полотенцем еще одна ужаснейшая просто штука которая порождает бесконечное количество ужасных привычек макияжа это непонимание колористики конечно колористика это не то чему учат в школе поэтому это не те знания которые мы обязательно получаем но если мы интересуемся макияжем все-таки мне кажется на базовом уровне стоит в этом вопросе разобраться иначе у вас никогда не будут получаться плавные растушевки красивые переходы и самое главное вы не будете знать как сочетать оттенки то есть вы будете смотреть на палетку и не понимать что с чем сопоставить что с чем использовать и какие оттенки выигрыш на будут там друг друга например подчеркивать колористика вообще ужасно сложная и есть в интернете много мастер-классов даже онлайн мастер-классов платных правда которые обучат вас вот прям всем тонкостям колористики но мне кажется если вы не профессионал не визажист вам настолько глубокие знания возможно и не нужны вам нужны базовые знания и я если честно уже очень долго хочу сделать видео на тему колористики но каждый раз когда я начинаю готовить материал я влезаю в такие дебри что я понимаю что это не нужно это вроде как и скучно это непонятно я бы наверное хотела сократить этот материал максимально как-то сжато его подать чтобы вот основную идею передать но в то же время не слишком усложнять и вообще эту тему я сейчас поднимаю для того чтобы уточнить у вас насколько для вас это интересно потому что для меня это будет адски сложное видео которому нужно будет не очень долго готовиться потому что даже рассказывая о базах я уверена это видео будет длинным то есть минут там 25-30 точно она займет поэтому обязательно напишите мне в комментариях стоит ли мне вообще готовить это видео может быть для вас это совершенно не актуально поэтому я даже тратить на это время не буду но если актуально обязательно пишите так вот а если сейчас в двух словах мне просто рассказать вам о колористике то первое что я вам советую сделать это с интернета скачать и распечатать либо сохранить себе на телефон цветовой круг основное что вам нужно понять в цветовом круге это то что оттенки которые расположены рядом с друг другом являются родственными и вот эти оттенки можно легко сочетать и растушевывать между собой и каких-то проблем в растушевке именно между родственными оттенками у вас сто процентов не возникнет то есть если вы возьмете к примеру синий оттенок то он отлично растушуется вместе с фиолетовым в то время если к примеру взять фиолетовый желтый то эти оттенки находятся напротив друг друга соответственно они являются контрастными контрастные оттенки между собой растушевываются плохо поэтому лучше использовать какие-то промежуточные оттенки для их соединения опять-таки посмотрите на цветовой круг и посмотрите как вы можете пойти по цветовому кругу чтобы от к примеру там фиолетового дойти до желтого и тогда у вас будет очень плавный красивый переход и конечно же следите за интенсивностью потому что у каждого оттенка есть своя насыщенность от какого-то полупрозрачного до супер насыщенного также я хочу слегка затронуть цветотипы я не сильно верю вот именно вот в эти все подразделения цветотипов если это упростить и если бы я например объясняла кому-то как понять какой макияж лучше делать и какой макияж больше пойдет то на мой взгляд всех абсолютно людей можно поделить на мягкую внешность и контрастную внешность если мы говорим о мягкой внешности то зачастую это те люди у которых все черты лица светлые то есть светлые волосы светлая кожа светлые глаза на ютюбе отличный пример мягкой внешности это алена погребняк алена робина гудина также эстоняна диана суворова вот это те девочки которые на мой взгляд имеют очень мягкие черты лица очень мягкую внешность и если им забабахать какой-то супер контрастный яркий кричащий макияж там какие-то яркие краски использовать синяя зелено серо буро малиновые тени то на мой взгляд это будет для них не настолько выигрышно как какой-то мягкий красивый нюд но конечно всегда есть исключение потому что если например посмотреть на линду халберг это очень крутой визажист у нее тоже на мой взгляд мягкая внешность но она может обыграть абсолютно любой макияж но здесь есть одно но для того чтобы обыграть такой яркий макияж для мягкой внешности нужны какие-то вспомогательные элементы какие-то аксессуары то есть это должна быть и прическа укладка возможно какие-то шляпы я не знаю там бижутерия то есть вот этот яркий макияж ни в коем случае не может быть акцентом на такой внешности иначе он просто ее сожрет и кстати тоже мне здесь нравится приводить в пример две сестры вот джиджи ходит и белла ходит вот два отличных примера одна мягкая внешность 2 более контрастная потому что у беллы у нее очень темные волосы в то же время такие острые черты лица при этом ее волосы очень сильно контрастируют с ее оттенком кожи ей часто делают какой-то графичный макияж какие-то острые стрелки острой формы какие-то яркие оттенки на ней используют и на глазах и на губах не бояться сделать на ее лице акцент потому что он подчеркивает ее внешность они съедают и на этом тему колористики я наверное сейчас закрою мне кажется что если вы разберетесь уже в этих двух вопросах то есть поймете какому типажу вы скорее относитесь и вы также поймете цветовой круг вот эти две вещи уже очень сильно помогут вам вашем макияже еще одна ужаснейшая привычка в макияже это тяжелая рука когда все наносим толстыми слоями и всегда пытаемся достичь результата быстрее за счет того что косметики наносим больше кажется что мы моментально видим преображение то есть какой-то результат нежели чем если мы используем какие-то тонкие текстуры и наслаиваем 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 кажется что это процесс абсолютно бесконечный и если мы делаем растушевку казалось бы можно взять один оттенок и сразу какой-то темный и вот уже ты затемнил внешний уголок глаза все классно но в то же время чем более тонкие слои мы используем чем больше переходов мы создаем тем в итоге конечный результат будет красивее если рассмотреть как пример тональную основу то можно конечно просто очень плотным слоем сразу нанести все на лицо и будет конечно очень шикарное преображение до и после где до мы видим какие-то недостатки какой-то неровный тон а после прям такой пластмассовый манекен и вы себе просто не представляете насколько много девушек допускает ошибку в плане нанесения излишне плотного слоя тональной основы потому что им кажется что у них есть какие-то проблемы на лице которые нужно перекрывать именно плотным слоем но поверьте просто плотно нанесенная тональная основа не сделает вам одолжение потому что мало того что вы проблему скорее всего и не прикроете тоже если это что-то действительно существенное все равно останется или текстурная проблема или цветовая проблема все равно будет проглядывать сквозь даже супер плотный слой тонального но в то же время еще и лицо у вас реально будет выглядеть заштукатуренным поэтому лучше начинать с тонких слоев тональная основа не предназначена изначально для того чтобы перекрывать проблемы для этого существуют консилеры тональная основа должна выровнять общий тон лица это ее главная задача поэтому гораздо лучше научиться точечно перекрывать проблемные участки и даже если вам кажется что у вас вот просто по всему лицу проблемы ну иногда к сожалению так и бывает но зачастую нет есть такой канадский блогер саманта ревенделл у нее акне и в принципе достаточно активная я бы так сказала и она вот на мой взгляд идеально делает тон вот посмотрите ее видео даже если вы не знаете английского просто вот чисто визуально посмотрите какие шаги она предпринимает как она делает потому что вот именно это является идеальным нанесением тона для проблемной когда и выглядит все красиво она действительно хорошо все перекрывает ничего не видно ничего не проглядывает но в то же время у нее нет эффекта штукатурки на лице если речь не об окна если речь о пигментных пятнах у меня есть видео о том как перекрыть пигментные пятна без эффекта маски я вам оставлю на него ссылку посмотрите обязательно тоже самое касается каких-то мелких проблем там допустим один прыщик надо перекрыть или сосудистую сеточку что то такое в любом случае с этим участками лучше работать точечно но ни в коем случае не замазывать себя толстым слоем еще одна плохая привычка в макияже это несоблюдение баланса и чаще всего я заметила что это касается таких вещей как нарощенные ресницы татуаж бровей микро блейдинг бровей татуаж и не знаю других частей на лице типа там губ и так далее или это что-то другое типа там филлеры губ или филлеры в целом на лице но все-таки если последние встречается немножко реже то вот татуаж бровей и нарощенные ресницы это просто какой-то бич нашего времени мне такое впечатление что уже чуть ли не каждый второй или каждый первый делает себе эти процедуры многим кажется что когда сделаны брови и нарощенные ресницы это как бы заменяет макияж то есть не нужно с утра перед зеркалом стоять вот это красить ресницы брови наносить тон помаду там скулы и так далее хотя на самом деле это создает очень жесткий акцент на лице и еще хорошо когда ваша внешность контрастная опять-таки вернемся ко второму пункту тогда это еще нормально но если ваша внешность мягкая и вы сделали такие жесткие акценты на лице это выглядит ужасно как я и говорила для мягкой внешности жесткие контрасты нужно всегда обыгрывать чем-то дополнительно то есть в данном случае ресницы и брови на мой взгляд по крайней мере не освобождают вас от остального макияжа потому что если все остальное лицо голая пигментные какие-то пятна на лице неровный тон какой-то замученный вид синяки под глазами и так далее то это выглядит действительно очень плохо поэтому если вы все же приверженец нарощенных ресниц татуажа бровей то старайтесь найти мастера который сделает это максимально натурально не нужно просить ресницы которые вы знаете вот прям вот такие вот которые даже со смоки айс будут выглядеть чересчур они будут его съедать сделайте себе такие же ресницы как ваши только может там немножко гуще может быть чуть чуть длиннее а может быть подумайте как вам исправить форму глаза с помощью нарощенных ресниц к примеру если мы говорим о новейшем веке то очень красиво смотрятся более длинные уголки но опять-таки не длинные вот такие вот а чуть-чуть такие которые достают как раз таки до складки века то есть до вашего нависания и в то же время это только уголки которые вот постепенно сходят на нет к внутреннему уголку глаза и последнее о чем я сегодня хочу поговорить это тот трюк о котором я очень много уже говорила на своем канале и кстати практически каждый раз когда я делаю макияж я на этом заостряю внимание и касается это очередности нанесения тона я не могу сказать что это супер ужасная привычка в макияже изначально делать макияж лица а потом переходить к глазам но в то же время если вы приучите себя делать наоборот вы поймете что в этом очень много преимуществ то есть сначала красить глаза а потом делать том и как бы весь остальной макияж лица в чем собственно преимущество первое это если вы делаете макияж глаз у вас могут осыпаться тени которые потом с уже существующего макияжа сложно убрать второе это то что когда вы делаете макияж глаз и у вас еще не сделано лицо вы можете как угодно менять форму если вы вдруг передумали вы хотели сделать например круглую форму а потом подумали нечто круглая как-то мне сегодня не нравится хочу какую-то более вытянутую форму вы можете легко подтереть эту форму и не бояться того что вы зацепите уже существующий тон или если к примеру вы делаете стрелки и там что-то у вас не получилось опять-таки это потереть очень легко но помимо вот этих вот моментов с макияжем глаз самое главное из-за чего я перестала делать макияж лица первым я заметила что каждый раз когда я делаю макияж глаз я очень сильно гримасничаю как и все в принципе то есть я морщу там где-то глаза поднимая брови и в то же время у меня сразу формируются какие-то мимические морщины по всему лицу и когда я вот это вот уже все заканчиваю и мой макияж глаз готов то если у меня уже сделан тон то обычно этот тон уже очень плотно заваливается в абсолютно все мимические морщины и после этого нужно сидеть со спонжем вот так вот каждую морщинку заново разглаживать что зачастую тоже не совсем успешно заканчивается потому что к моменту когда мы заканчиваем глаза тон обычно уже усаживается и из-за того что мы за ним не следим то есть основной акцент у нас на глазах мы сосредоточены на том как мы делаем макияж глаз тон к этому моменту уже заваливается забивается везде и в то же время уже подсыхает на вашем лице так что потом уже особо ничего не исправить вот собственно и все я очень надеюсь что это видео было для вас полезным если так и было конечно же поставьте ему палец вверх подписывайтесь на мой канал это можно сделать нажав на круглую иконку вот здесь вот и также youtube сейчас предлагает вам другие видео если вы их еще не смотрели то обязательно посмотрите а если смотрели то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней